добро пожаловать на канал hard reset info это устройство уме диджи x и сейчас я расскажу вам об интересных функциях а даже от топ 5 интересных функциях этого устройства и так все они прячутся в одном пункте в пункте smart assistant у нас здесь есть пять пунктов которые уникальны в своем роде смотрите во первых кнопки навигации наверное вы заметили что у меня никаких кнопок на экране нет а у меня есть они на самом-то деле смотрите здесь есть несколько режимов если вы проведете слева слева сверху вниз тогда у вас будет кнопочка это эта кнопка назад и справа тоже кнопка назад а по центру это домой либо же недавнее приложение давайте посмотрим как это работает слева это назад справа назад так домой атаки придержать это недавнее приложение работает Либо же можно включить режим таков, что справа эта кнопка «назад», снизу эта кнопка «домой», и как бы ты ее не удерживал, эта кнопка «домой», если будешь удерживать, ничего это тебе не даст, а разве что ассистент откроет. Ну, либо же можно включить такой, либо же вот в левом нижнем углу, видите, оно сразу открывает недавнее приложение. Окей, что еще есть? У нас есть функция «Gesture Operation». С помощью этой функции, если она включена, вы можете делать скриншот трема пальцами, то есть свайпом трех пальцев. Я случайно выключил эту функцию. Подождите, секунду. Как видите, я... вот. То есть функция действительно удобная, но она работает у меня только сверху вниз, а не снизу вверх. Почему? А я вам отвечу, потому что у меня включена функция «Up Split Screen». Смотрите, если вы, будучи в каком-то приложении, потянете снизу вверх, тогда вы можете открыть еще одно приложение в разделенном экране. И это ли не чудесно? Это ли не чудесно? Ответьте мне. Ну, правда, действительно очень полезная функция. По-моему, она является фишкой этого устройства, потому что такой удобности я еще пока что вроде бы нигде не встречал. Окей, функция это «Record Screen». У нас доступна запись видео с экрана в высоком качестве. На протяжении целых 10 минут можете нажать на кнопку «Record Now» и у нас начнется записываться видео с экрана. То есть не нужно устанавливать никаких приложений, оно уже встроено в ваш телефон. Оно записывает звук либо же с микрофона вашего, либо же не записывает вовсе. Это, конечно, минус, то, что не записывает звук, там, Сигр, например. Но все равно неплохо. Game Mode, игровой режим. В этом режиме вы можете много всего сделать. Вы можете, во-первых, добавить приложение в игровой режим. Например, пусть будет у меня Google 10, окей. Вы можете заблокировать кнопки, чтобы кнопки ничего не делали, чтобы не было случайных нажатий. Можно сделать, если вам кто-то позвонит в этом режиме, когда вы играете сейчас, и какое-то приложение добавлено в этот режим, если вам кто-то позвонит, у вас сразу же будет включена громкая связь, чтобы не отвлекать вас, чтобы не приходилось. Вам не придется нажимать на кнопку, переходить в звонилку, выходить оттуда и возвращаться в игру. У вас автоматически нажимаете на кнопочку «Поднять», и все, и у вас сразу поднимается трубка. То есть режим действительно, видно, что делается с заботой. Ну и бонусная. Давайте я о бонусах расскажу. У нас есть функция Face Control. Это функция для распознавания лица. Работает она действительно знатно и хорошо. С этим как бы спорить нет никакого смысла. Можно добавить свое лицо для того, чтобы разблокировать ваш телефон с данными вашего лица. Нужно немного покрутить лицом перед камерой и вауля. Можете еще пару функций включить. И теперь вы можете разблокировать ваш телефон не с помощью пин-кода, а с помощью вашего лица, как это работает на флагманских устройствах. И это на самом деле действительно хорошо. Особенно учитывая то, что сканера отпечатка пальцев у нас нет. Это действительно полезная функция. Что ж, друзья, на этом я, пожалуй, закончу. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если вдруг оно оказалось хоть капельки полезным для вас, обязательно напишите мне об этом в комментариях, либо же в Инстаграм. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok